Техника ведения, кроссоверы и броски сверху. Эти приемы игры, баскетбол, теперь знают ученики школы номер 25. В гости к ребятам приехали химкинские баскетболисты. Желто-синие провели мастер-класс. Чему научились юные спортсмены, узнала Екатерина Ювшина. Как вам у нас в России? Мне нравится. Москва, да. Гостеприимные хозяева встретили игроков пирогами с чаем. Директор школы вместе с коллегами побеседовала с баскетболистами на двух языках. В клубе все говорят по-английски, иначе никак, объяснил Никита Балашов. Ну а главные действия развивались, конечно же, в спортзале. Там команда «Желто-синих» познакомилась с учениками и сыграла две партии. В последнее время, когда езжу по школам, очень дети заинтересованы. То есть, мне кажется, когда я был в школе, у меня не было как-то такого ажиотажа, если бы там кто-то приходил, хотя, в принципе, к нам особо никто и не приходил. Очень понравился второй год подряд. Поиграли замечательно. Ну и как сыграли? Отлично. Мне понравилось. Хотелось бы, чтобы в прошлый раз приехали. Мастер-класс от «Желто-синих» проходит в 25-й школе не первый раз. Ребята уже знают, как встречать звезд баскетбола и насколько важна для игроков поддержка болельщиков. В руках у каждого специальные палки-стучалки с символикой клуба. Но когда идет важный игровой момент, то лучше не шуметь. Чтобы не терять концентрации во время матча, настраиваться нужно уже на разминке. Не только физически, но и психологически, говорят игроки. Несколько упражнений, которые профессионалы выполняют перед каждой встречей, они показали подрастающему поколению. Это очень здорово встречаться с детьми. Мы поиграли в баскетбол, и я вспомнил, когда тоже был ребенком. К нам приходили звезды спорта, и было очень интересно с ними общаться. Встреча прошла в рамках социальной программы «От малых до великих», которая уже не один год успешно реализуется клубом. Баскетболисты подарили ученикам наборы сувенирной продукции – брошюры, вымпелы, браслеты. А для кого-то главным подарком стало общение со звездами большого спорта и фото на память. Екатерина Юшина, Валерий Алексеев, Служба новостей.